Всем привет, ребята! Всех поздравляю с новым, наступившим 2024 годом! И пусть в этом году сбудутся все ваши мечты! А сегодня в выпуске мы расскажем вам об актере, на которого совсем недавно обрушилась большая слава. Сериал «Слово пацана» сейчас обсуждают все, кому не лень. Одну из главных ролей в нем сыграл молодой и талантливый актер Рузиль Рамилевич Минникаев. Роль парня по имени Марат была сыграна им просто великолепно. Я сейчас не представляю сериал без него. Кинокритики называют его главным открытием 2023 года. Родился парень 20 мая 1999 года в Татарстане, в городе Нурлад. Кстати, один известный автоблогер тоже родом оттуда. Это Ильдар Автоподбор, и он тоже по национальности татарин. Блин, они даже, мне кажется, чем-то похожи. Рузиль родился в простой семье. И у него есть сестра-близнец, которую зовут Рузиля. Родители долго не парились, когда давали им имена. Поэтому назвали сына Рузиль, а дочку Рузиля. Актер в школе больше всего времени уделял спорту, а не учебе. И в течение семи лет занимался татарской национальной борьбой. Он, можно сказать, случайно начал заниматься театральной деятельностью. По совету сестры Рузиль поступил в Нурладскую школу искусств Селет и выбрал класс академического вокала. Один из педагогов увидела у него актерский талант и посоветовала поступать после школы в театральное училище. Парень именно так и сделал. Закончив девять классов, он подул документы и успешно прошел испытания в Казанском театральном училище. В одном интервью он рассказывал, «Первые выступления я начал проводить еще в детстве, когда к родителям приходили гости. Я пел для них, я рассказывал шутки, я развлекал их. И у меня было все – слава, популярность, деньги, подгон от бабушки. И самое главное – мне это нравилось». Уже после училища в 2019 году Рузиль переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Там он учится и по сей день, правда, заочно – на режиссерском факультете в актерской мастерской Иосифа Райхельгауза. В этом 2024 году у него будет выпускной. Во время учебы Рузиль работал в чайном магазине, чтобы обеспечить себя. Учась еще в Казанском училище, Минникаев познакомился с девушкой Азизой Бекмановой, которая потом с ним также поступила в ГИТИС. Они долго встречались, и это привело к тому, что сейчас они муж и жена. Азиза на год старше Рузиля. Она также снимается в кино, однако исполняет пока лишь эпизодические роли. Пара не раз играла вместе на одной сцене в театре, а вот общих фильмов у них нет. В браке у них совсем недавно родился сынок Рэмиль. Ему сейчас чуть больше годика. После выхода сериала «Слово пацана» фанаты начали травить Азизу в соцсетях. Под ее постами начали появляться комментарии, в которых поклонники Рузиля критиковали ее внешность и стиль. Пишут даже, что на волне популярности актера пара скоро разведется, и парень найдет себе новую красивую жену. Не знаю, мне она кажется довольно симпатичной и привлекательной. Девушке не стоит обращать внимание на хейтеров, они просто ей завидуют. Сейчас на счету актера всего пять сыгранных ролей в фильмах и сериалах. И его актерская карьера только начинается. Я думаю, после такого успеха сейчас посыпется масса предложений на съемки в других проектах. Также, скорее всего, в этом году будут снимать второй сезон «Слово пацана». Об этом даже намекнул режиссер сериала Жора Крыжовников. В этом году актер появится еще в сериале «Подслушано» в Рыбинске, который сейчас находится на стадии производства. А всем преданным поклонникам Рузиля могу посоветовать посмотреть сериал «Смычок» 2022 года, где у него также главная роль. Сериал я еще не смотрел, вот только думаю посмотреть, но пишут, что достойный. Кроме ролей в кино, актер еще снимался в рекламе бренда мобильных телефонов. А вот на днях Рузиль дал первое свое большое интервью на канале «Плюшке». Ну, как большое? Не совсем. Ей еще один очень интересный факт. Изначально Рузиль претендовал на роль Вовы Адидаса и даже выучил для проб текст этого героя. Но кастинг-директор решила, что актер не похож на персонажа и предложил ему попробоваться на роль Андрея Васильева «Пальто», которую исполнил актер Леон Кемстач. Мне дали текст, я его выучил, прихожу снова. А кастинг-директор говорит «Слушай, я передумала, давай на Марата». Я сказал «Ну что ж, давайте попробуем на Марата». Выучил снова текст, мы попробовали пару сцен, ей сразу понравилось. Сейчас актер продолжает играть сразу в нескольких театральных постановках «Школы современной пьесы». Он участвует в спектаклях «Подслушанная», «Подсмотренная», «Незаписанная», «Красавец-мужчина» и «На трубе». Кроме того, как написано в его визитке на сайте театра, Рузиль мечтает однажды принять участие в постановке шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», исполнив роль Меркуцио, лучшего друга Ромео. Еще нашел информацию, что Рузиль считает своим кумиром российского актера Даниила Воробьева. «Он умеет перевоплощаться так, что меняет все, вплоть до голоса, смеха, взгляда, мимики. Я бы очень хотел научиться так играть», – рассказывал Миникаев. На сегодняшний день парню 24 года, хотя выглядит он явно моложе своих лет. На школьника похож. А на сегодня у нас все, ребята. Кому понравился выпуск, ставьте лайки и пишите свои комментарии под видео. Это будет лучшая мотивация для нас. Да, и подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. И про колокольчик вы все прекрасно знаете. Всех обнял!